Итак, ребятки, прошло несколько дней использования аппарата, хотя распаковку я выложил буквально сегодня, когда снимаю это видео, но, поверьте, я им уже пользуюсь, я уже засветил многим своим знакомым и готов уже поделиться своим личным мнением, поскольку обзоров этого аппарата на всеобщих каналах, то есть в Ютубе, в Рутубе и так далее уже очень много, я про Realme C33, конечно же, но я хочу вам выдать именно свое мнение. Меня попросили с более дорогим аппаратом его не сравнивать, это у нас блэк за 20 тысяч рублей. Окей, этот сейчас стоит в районе 10 с большим количеством памяти, в районе 7 с малым количеством памяти, как у меня, 3х32, но я, конечно же, его урвал намного дешевле, иначе бы меня жаба задушила. Это не суть, это забыли. Первое. Что в нем мне в принципе понравилось? То, что обновления приходили сразу же, то есть я его получил из магазина на 12-м андроиде, прилетело большое обновление, все еще осталось на 12-м андроиде, потом прилетело огромное обновление, он перешел на 13-й андроид, потом я из Google Play, скажем так, скачал несколько обновлений, связанные с Google, ну, есть такая фишка, 13-й андроид уже имеет кучу обновлений, не глядя на то, какой производитель, они все равно будут, но они массюсенькие, они же исправляют что-то в самом андроиде, не относящемся к производителю. Так вот, далее. Я заметил, что памяти у меня критически не хватает, и расширить оперативную память за счет внутренней я хоть прибейте меня, просто не могу. Сейчас не тут, вот здесь, по-моему. Нажимаем на RAM, и он пишет, что у вас очень мало, и поэтому вы не можете ничего расширить, то есть 32 гига тут мне не хватает. Причем не хватает настолько, что вы видите, да, у меня почта, это ярлык из браузера, контакт оригинальный, ярлык из браузера, 4PDA, ярлык из браузера, Алиэкспресс, ярлык из браузера, Озон, ярлык из браузера, и половину программ своих я даже поставить не смог, потому что 32 гига в данном аппарате, это очень мало, просто критически. В общем-то, это ожидаемо, но спасает, конечно же, браузер, но появляется еще одна вещь, здесь нет нормального менеджера настройки работы приложений в фоне, то есть есть какая-то фигня под названием управление приложениями, но она работает через AppMarket. Есть какие-то инструменты, в которых можно выставить установку из неизвестного источника и несколько пользователей задействовать. Это приятно, это некоторым полезно, но если здесь всего 32 гига, еще и два пользователя, совершенно пассабл. То есть получается C33 на 32 гига брать вообще не имеет смысла, если вы не хотите пользоваться им просто как звонилкой, плюс, например, YouTube. Потому что звонилка плюс YouTube, ему памяти в принципе хватит. Так, дальше еще позитивные стороны. Если мы запускаем камеру, переводим, например, на себяшку, на видео, вначале он снимает как-то мутненько. Ну, я на улице делал примеры, наверное, их здесь покажу, но уж в телеге точно всем показывал. И первые 2-3 секунды у него идет какое-то странное неправильное изображение, но через 2-3 секунды что-то происходит, и изображение становится нормальным. То есть это плюс относительно тех китайцев, которых я до этого трогал. То есть начинает он так же, как все стандартные китайцы, потом что-то он перерабатывает, и видео становится лучше. Это относится к фронталке. Основная камера. Ну, в общем, как у всех китайцев в таком ценовом сегменте, видео пишет поганенько. Фото снимает лучше многих дешевых китайцев. Тут ничего не скажешь. То есть плюсом является его фотообработка. То есть когда он делает фотографию, через несколько секунд фотка становится красивее, чем она была изначально, и этот режим обработки фотом мне зашел. Теперь негативчики. У меня в фоне, как вы видите, висит приложение часов, которое периодически пишет, что к часам не подключиться, и подключение не происходит. Видите, да, синхронизация произвелась успешно. То есть он не был синхронизирован. Если в любом аппарате, например, Blackview, который у меня вот в левом верхнем углу, я могу с легкостью в менеджере настроек выставить, что приложение часов всегда висит в фоне, и оно всегда синхронизировано. Здесь же синхронизация происходит в момент активации приложения, и что вообще кроме сообщений оно там держит в тонусе, я не знаю. Только сообщения на часы. И то не все и не всегда. Даже из тех, что выставлены. То есть что-то с менеджером. Возможно, да, я знаю, что есть какой-то финт ушами, который я не знаю, и владельцы аппаратов Realme знают, но это как бы по поводу удобства. То есть я со своими навыками, которые в принципе есть, со своими познаниями, которых тоже много, искал здесь что-нибудь, чтобы мне дало возможность заставить часы работать в фоне. Например, даже вот запущенное, да, и нажимаем сюда. В китайских здесь появляется блокировка. То есть заблокировать приложение, чтобы оно не вылетало из фона. Здесь нет. Пытался найти в поиске, в настройках, не знаю, там DuraSpeed или еще какой-нибудь менеджера. Тоже не найдено. То есть вот мое любимое Dura, и он ничего не находит. Поэтому я лично не смог победить стабильную работу приложений в фоне именно тех, которые хочу я. Да, в большинстве своем приложения уведомления скидывают, но в большинстве не всегда и не все. Да, часы чаще всего в фоне висят. Не всегда и не все. Периодически открываешь, в шторке пусто. Запускаешь программу, она говорит, часы не подключены. Ждешь минуту, две. Вот последний раз минут десять игрался, плюнул, перезагрузил смартфон. Только тогда произошло подключение к часам после перезагрузки. Хотя где-то здесь, периодически, я натыкаюсь на менеджер автозагрузки, но, честно говоря, не въезжаю, где я это нахожу. Может. Нет. То есть какой-то менеджер был. Но, возможно, это было в 12-м Droid, кстати. Вот, кстати, могу путать. И если, видимо, то, что я в 12-м добавил автозагрузку, то так и работает, то как это настроить в 13-м, опять же, я не разобрался. Ну-ка, не она. А, ну. Ага. То есть тут наоборот. Если мы ползунок ткнули, то они будут закрываться, как только экран погас. А если мы их не ткнули, то они не будут. Окей. Возможно, решение одной из задач найдено. Но как-то непривычно. Это именно видео о том, как происходит сравнение у меня в голове. Ну, и, соответственно, у вас на экранах. Ой, работы смартфонов разных производителей при попытке настроить их под себя. Потому что я, например, не привык так, что мне нужно наоборот выбрать, кого закрыть. А выяснится, что это неточности перевода, да? И выяснится, что я все сделал наоборот. Но это будет как-то не очень весело. Вот как-то так. Автозакрытие приложения. И вот тогда и автозапуск тоже в батарейке. Вот. А, это запрещение автозапуска. То есть тогда делаем вот так. Так. А потом разрешаем наоборот кому-то, да? Например, дзену можно загрузиться. Ну, вот видите. С одной проблемкой мы разобрались. Это, это, это. И где у нас контакт? И Витчат, и Ватсап, и Телеграм. Ну, надеюсь, теперь аппарату станет лучше. Далее. По безглючности. Несколько раз ловилась надпись на экране, что типа лаунчер не отвечает. Раз. Система не отвечает. Два. И приложение часов не отвечает. Три. То есть сказать, что Realme совсем не глючит, что Blackview хуже. Не. Вот здесь, кстати. Ну, правда, да. Я понял, что это дороже в два раза. Я ни разу не видел надпись, что какая-то программа закрылась с ошибкой. Берем для сравнения. Аппаратик подешевле. Blackview A100. Но, в принципе, аналог тоже 8 ядер, тоже сканер в отпечатке, только памяти побольше. И, на мой взгляд, аппарат работает намного лучше. Единственное, не помню разрешение. Может быть, оно такое же, может быть, оно лучше. По микрофону претензий нет. По динамику разговорному претензий нет. По динамику медийному у Realme динамик как-то слишком уж пищит. И немножечко ощущение, как будто он дребезжит. Вот честно. То есть какой-то неправильный, непонятный звук. По яркости экрана давайте сравним. Black на максимуме, Realme на максимуме. Надо что-то беленькое достать, наверное. Но я бы сказал, одна фигня. Только за исключением того, что Realme притускляется. Или как-то тускнеет при поворотах немножко. Black нифига не тускнеет. То есть, видимо, покрытие какое-то все-таки есть. Кстати, а почему у нас язык английский? Сейчас вернем русский. Вот так. По сканеру отпечатка работа. Здесь туговато. Периодически он мне говорит, иди, лесом отпечаток не обнаружен. Здесь работает все отлично. По Wi-Fi. В Realme Wi-Fi максимум. Сейчас вы это увидите. Кто давно на канале знает, что у меня сергонька 2 специально. Это 2,4 ГГц. Сергонька 5. Это 5 ГГц. Тут 5, пожалуйста. Тут только 2 максимум. Напоминаю, ценник примерно одинаковый. Так, далее. Здесь каплевидный вырез. Здесь камера врезана в экран. Ну, кому что. Ни плюсом, ни минусом это назвать невозможно. Так, слышь. Возврат. Возврат. Так, фото. Ну, я бы сказал... Вот лично мне Black больше нравится. Притащил камеру поближе и пытаюсь показать. Но понимаю, что на глаз-то я вижу одно, а в смартфоне вижу другое. Но поверьте, на глаз вот это без увеличения выглядит лучше. Хотя в целом, я думаю, камеры наверняка одинаковые. Наверное, просто экран рулит. Разворачиваем наоборот. Ну, тоже я бы сказал, что никакой разницы нет. Ой, тоже есть навороты. Всякие панорамы и так далее. Портреты и тому подобное. Так, по рамочкам. Ну, я бы сказал, одинаково. Размер экрана у Blackview A100 больше. Я думаю, вы это видите. Закругление у всех есть. Нужно ли это? Это вопрос. У Black есть диодик оповещений. Если ему питание подаёшь, у него загорается красный диодик сверху. И, кстати, у него Type-C. У этого microUSB. И, по-моему, диодика не завезли. Сейчас убедимся. Да, ничего сверху не загорается. Так, сканер отпечатка расположен примерно там же. Кнопки громкости примерно там же. Слева никаких разниц нет. Она все есть у обоих. У Realme есть плюс. У него 3,5 стерео порт. У Black A. Этого порта не завезли. У Black два микрофона. Получается, мы можем писать стереозвук. Ну, правда, чаще всего не в основной камере, а в сторонней. Почему-то Black не любят в основной камере делать стереозапись звука. Они чаще делают шумоподавление. У Realme не завезли ни того, ни другого. Микрофон всего один. Звук через динамики моно у обоих. То есть работает только динамик снизу как медийный. Динамик сверху только как разговорный. По цветности, цветопередачи экрана, по-моему, одинаково. А вот по цветопередаче в фотографиях, кстати, здесь чаще, правда. Этот иногда может там красный подкраснить, зеленый подзеленить. Этот делает более реалистично. Так что Realme тут выигрывает. По автономности есть такой косяк. Вот сейчас 69, когда мы дойдем до 30%, после этого начинаются непонятки. С 30 где-то до 25 быстрее, чем обычно, но хотя бы плавно. С 25 до 20 за минуту. С 20 до 10 3 минуты. С 10 до 5 минута. С 5 до 1 еще 1 минута. То есть это как-то неправильно настроенный тестер, я так понимаю. Может быть это в моем образце, но я, по-моему, читал на форуме, что не только у меня такое. Люди тоже это встречали. Ну и, кстати, финалочка. Здесь изначально стоит пленочка. Она идет в комплекте. Здесь нет. Здесь изначально в комплекте идет бампер, которому я, правда, приклеил еще и клапан. Но вообще был только бампер вот этот силиконовый. Здесь нет. Это все докупалось отдельно. То есть даже если вы вот этот аппарат урвете изначально дешевле, то вы к нему по логике вещей должны, наверное, купить пленочку и бампер. И ценник автоматом дойдет до 100. Здесь обновления, дай бог, пару раз были без подъема версии дроида. Здесь 12 превратился в 13. Не удивлюсь, если потом превратится в 14, если фирма не забьет на поддержку. Здесь этого всего не будет. Зато смотрите, сколько места занимает подбородок здесь и сколько здесь. То есть у блэка экран большую площадь от корпуса занимает, и это точно. Ну что, как вам сравнение? Вот лично я могу сказать одно. Вот с этим аппаратом я могу ходить с легкостью. Проблем нет. На все хватает памяти, потому что ее здесь много. Здесь беда получается в основном в памяти. По скорости работы здесь меня устраивает все абсолютно. То есть у меня вообще никаких проблем, затупов и так далее. Этот периодически задумывается. Приложение открывает длительное время. Вот, например, недавно настроенное приложение. Едодил. Постоянно открываемое приложение, потому что я им пользуюсь. Вы видели, сколько времени это занимает. Здесь это намного быстрее. Но, как говорится, на вкус и цвет у всех тапочки разные. Есть ли у нас здесь, например, радио? Так, P. RA нету. FM, если смотрим. FM тоже нету. У Black, пожалуйста, есть FM радио. Ну вот так и живем. Это у нас Realme C33. Это Blackview A100. Некое сравнение считаю завершенным. Теперь мнение под финалочку. Хочу ли я ходить с таким аппаратом? Нет. Почему я не хочу ходить с таким аппаратом? Во-первых, без чехла его использовать просто нереально. Заляпывается мгновенно. Плюс задняя стенка, говорят, пластиковая. Но визуально я бы сказал, что это какое-то стеклышко, причем шутка навороченная. То есть, если даже это пластмасса, то она, я думаю, с легкостью раздавится при любом удачном моменте. То есть, ронять его, я боюсь, неимоверно. Есть ли навороты в Realme, которых нет у Black? Ну, есть. Там штук пять на весь смартфон наберется. Есть ли то, что меня в нем отталкивает, кроме корпуса? Ну, чрезмерно многое обновление, не поверите. То есть, постоянно он пытался что-то обновить. Но, может быть, мне так повезло, что они все накопились. И он первый день только обновлялся. Он мне постоянно, дай обновиться, дай обновиться, дай обновиться. Что еще мне в нем не хватает? 32 гига – это уже в наше время издевательство. Но я купил его за три штуки. Поэтому, я думаю, за три штуки нормально. И, как вы видите, это весь пакет программ, который я смог сюда вогнать. Больше не лезет. Почему? Потому что тогда становится мало памяти, и он не может даже обновиться. Сейчас тот баланс, при котором он хотя бы может обновиться, и ему на это дело все памяти хватает. Так, где у нас хранилище? Что-то я потерялся. Вот. Так, подожди, шаг назад. Вот. Свободно 3 гига. 3,6. То есть, понимаете, да, если я вот больше, чем вот это вот все поставлю, это будет «приплыли-приехали» называться. Но при этом, как бы, программ немало. Многим этого достаточно. Поэтому, как бюджетка, тоже, в общем, все хорошо. Самое бесячее то, что в фоне приложения изначально я не мог нормально настроить. У меня часы то были подключены, то не были подключены. Видимо, возможно, ему не хватало как раз памяти, пока я не нашел, что здесь менеджер находится в батарейке. Почему в батарейке? Ну, видимо, потому что это связано с экономией энергии, поэтому настраивается в батарейке. Что второе бесит? То, что сюда я не смог вкорячить все свои программы, тупо потому, что под них не хватает места. Что сильно радует? То, что здесь теперь 13-й дроид, но Мирпэй все равно работает. Потому что у меня на других аппаратах, где 13-й дроид, на половине Мирпэй работает, на половине Мирпэй не работает. Это тоже как-то неприятно. Ну, в общем, с этим можно бороться. Мирпэй все сказано. Они говорят, пытаемся починить. Надеемся, скоро починим. Изначально здесь установлен куча ненужного софта от Google и также ненужный для меня лично софт от самого Realme. То есть сообщество Realme, там какие-то переносилки, переводилки. Вот эта хрень постоянно устанавливается. Вроде я ее уже удалял, а она опять откуда-то взялась. Также, обратите внимание, у меня опять YouTube Music всплыл. Почему, я не знаю. Можете верить, можете не верить. Я всегда удаляю его и Google TV. При каком-то обновлении, видимо, оно опять установилось. Но я не привык быть не хозяином в своем смартфоне, поэтому я их опять удалил. Но я думаю, что скоро закончится тем, что они опять сюда влетят. Но, если вы готовы мириться вот с этими подтормаживаниями, но вам нужны постоянные обновления, это для вас лучший выбор. Если вы хотите, за те же деньги, больше памяти, лучший экран, отсутствие неких вот таких подлагиваний, подглюкиваний, хватание места на все, тогда я бы выбрал все-таки BlackVue 100. Но тут, конечно же, есть одно. Но у BlackVue 100 внутри стоит процессор более старого поколения. Тут тоже можно все это поудалять. Сейчас промазал. То есть игрушки, которые изначально установлены, тут несколько штучек, и гугловская фигня, это все либо морозится, либо удаляется. Это все понятно. После этого аппарат становится просто еще звездануться каким-быстрым. Кстати, обзоры его на канале есть, так что сильно я не буду распинаться. Суть в том, что вот если лично я бы сравнивал, вот спустя время, когда у меня есть оба аппарата, я выбираю A100. С этим уж больно много всяких непонятностей, подглюкиваний. Самое главное, динамик вроде бы играет громко, но он как-то легко глушится в кармане, и я реально его не слышу. Я сейчас ходил по улице, и я половину уведомлений просто пропустил. В BlackVue у нас настраиваемая запись с экрана. Здесь я что-то ее как-то... Не знаю, где искать, что ли. Короче, ребята Realme, которые сидят на Realme плотно, сидите, я вам не мешаю. Ребята, кто еще не сидел на Realme, готовьтесь, придется перевыкать. Те, кто привык уже к Black, ну вот на мой взгляд, вам будет как-то не очень приятно, но перевыкнуть, конечно же, можно. Что стоит выбрать, решает каждый сам. Ну, на мой взгляд, этот и ярче, и четче, и больше может. Экран больше при том же размере корпуса, и как бы мой выбор за Black. Ну и, кстати, помимо вот такого дизайна, у Realme, по-моему, еще настраивается подпись в видеозаписи. Всем спасибо, всем пока. Это Латуха, и как всегда, ссылки в описании. Субтитры создавал DimaTorzok